На моем канале есть видео, где я приобрел роутер 5G и проводил эксперименты по скорости. Максимально у меня тогда выдавало 100 мегабайт, где-то плюс-минус скорость. Но в чем была проблема? В том, что я использовал два телефона и телевизор, который поддерживает частоту только 2,4 ГГц. Многие пишут в комментариях, что слишком маленькая скорость для 5G. Сейчас я объясню, почему она была такая маленькая. В общем, оба телефона не поддерживали у меня частоту 5 ГГц. Сейчас я взял два телефона. Слева он поддерживает только 2,4 ГГц. Справа телефон поддерживает частоту и 2,4 ГГц и 5 ГГц. Соответственно, тут уже видно, что справа телефон подключен 5 ГГц. Так как в конце еще есть надпись 5G. Слева телефон без надписи 5G 2,4 ГГц. Поэтому мы сейчас проверим на скорость оба телефона. Нажимаем одновременно. Как видим, у телефона справа скорость 8 раз больше, чем у телефона слева. Вот и вся разница между телефоном, который поддерживает 5G, и телефоном без поддержки 5G. Так что поставщик, в принципе, не обманул. Поставщик связи поддерживает, в принципе, хорошую скорость. Сейчас проверим на компьютере. Как вы видите, Wi-Fi на моем компьютере тоже не принимает больше 2,4 ГГц. Поэтому мы сейчас проверим на таком подсоединении, сколько у нас скорость, какую выдает по Wi-Fi. 128 МБит. А теперь мы подсоединим через битую пару. Получается, мы возьмем наш роутер. И подсоединим провод. Так. Подключилось у нас проводное соединение. И посмотрим, какую скорость даст проводное соединение. Ну, результат налицо, в общем. Надеюсь, ролик был вам полезен. Всем удачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова